Уважаемые тюменцы и гости города, 1 мая не во всех странах мира является праздничным днём. Хотя именно в этот день, трудящийся, память о погибших в борьбе за справедливость, достойную жизнь, демонстрацию своей силы и единства проводят демонстрации митинги. Сегодня они пройдут в 143 странах мира. Во всех городах нашей страны его будут отмечать около 2,5 жителей России. Признание 1 мая в нашей стране как государственного праздника является свидетельством уважительного отношения к людям труда. Признание того, что только труд и люди являются главными ценностями в стране. И только уважение к человеку, гражданину позволяет сделать нас, нашу страну сильными, процветающими и независимыми. 1 мая это, конечно же, праздник весны. Но природа этого праздника заключается и в том, что он является одной из форм протеста трудящихся против эксплуатации, насилия, грубости, неравенства, невежества, которые проявляются к ним владельцы судов и пароходов. С этим мы сталкиваемся довольно-таки часто. Мы живем с вами в рыночных отношениях, а рынок это борьба. Но мы почему-то считаем, что это только конкуренция. Но рынок это еще и борьба между трудом и капиталом, то есть между наемными работниками и хозяевами. И забывать об этом нельзя. Сила наемных работников, их солидарности. Именно от этого во многом зависит отношение и уважение к рабочему человеку. Именно это заставляет считаться работодатели с мнением людей. Одиночная борьба серьезных положительных результатов никогда не давала. И именно профсоюзы, тот институт, кто обедняет людей, позволяет выстраивать отношения на всех уровнях власти, довести чаяния, проблемы и мнения людей до власти, добиваться их выполнения. Часто борьбу мы воспринимаем как прямое противостояние. Но она проходит и в процессе диалога между работниками и работодателем. И в процессе заключения коллективных договоров на предприятии. И в процессе обсуждения проектов законов на всех уровнях. Именно здесь важен институт наемных работников, профсоюзы, которые могут создать и создают такие структуры. Заставляет власти работодателей прислушаться к мнению граждан. Сформировать трудовые отношения в интересах работников. Обеспечить реализацию социальных гарантий. Уважаемые друзья, при всех сложностях, с которыми приходится сталкиваться в нашей стране, уровень жизни людей растет. Развивается система здравоохранения. Улучшаются условия, в которых растет и развиваются наши дети, молодежь. Изменяется социальная структура городов и сел. Однако доступность к этим благам остается не у всех одинакова. Размер заработной платы у большинства остается низким. Доходы граждан не успевают за ростом цель на продукты, питание, услуги здравоохранения, ЖКХ. Уровень пенсии остается невысокий. Правительство области, депутаты, серьезное внимание уделяют малобеспеченным гражданам. Но так не во всех субъектах Российской Федерации. Внимание к малоимущим – это хорошо. Однако нам непонятно, почему значительное количество работающих людей относится к малоимущим. Почему человек, работав на производстве до пенсионного возраста, создав богатство, выйдя на пенсию, должен жить плохо. А другие не знают, куда девать богатство. Такое распределение доходов надо менять. С этим на выборы шел Владимир Владимирович Путин. Люди доверяют ему и верят. Готовы честно и добросовестно трудиться на благо Родины, своей семьи. Профсоюзная организация Тюменской области будет способствовать этому. Уверен, вместе через диалог трудолюбия, уважения, сохранение любви к своей Родине, мы решим все задачи. И никому не позволим не считаться с нашим мнением нашей страной. Да здравствует человек труда! Да здравствует справедливость! Да здравствуют профсоюзы! Да здравствует Россия! С праздником вас, дорогие тюменцы! Добрый день, дорогие земляки! Искреннее поздравление и первомайский привет вам от губернатора области Владимира Якушева. Вы знаете, в Тюменской области мы всегда жили дружно. Дружно и созидательно. Потому что только сообща, вместе, можно развивать нашу землю. Так уж было устроено, что наши предки, наши деды и наши отцы обустроили эту землю. Обустроили не только для нас с вами, обустроили для всей России. Если мы вспомним те времена бурного освоения Тюменского севера, когда это был настоящий трудовой подвиг. Это тысячи молодых людей, приезжая со всей страны, добыли эти богатства и из недр сурового севера на благо людей. Конечно же, жизнь меняется. И, конечно же, главное, это люди и когда люди трудятся. Знаете, Тюменцы всегда были трудолюбивые. Именно вы, мы вместе с вами все создаем наши города. Обустраиваем их. Каждый год они становятся красивее, интереснее. В них стало комфортнее жить. Но еще очень много проблем. И мы знаем, что главное, это все-таки действительно создать условия, чтобы люди могли трудиться. Трудиться достойно. Получать достойную заработную плату. И в последнее время мы вместе со обща много для этого делаем. Конечно же, растут наши потребности. Конечно же, возникают новые проблемы. И только вместе, вот благодаря нашему взаимодействию, профсоюзы, власть, работодатели, у нас получается преодолевать эти проблемы. Я не сомневаюсь, что и впредь, именно работая конструктивно, созидательно, мы сможем эти проблемы преодолеть. У нас с вами замечательная земля. Она замечательна прежде всего вами, Тюменцами. Теми, кто не боятся трудностей. Теми, кто знает, куда идти и что делать. Я думаю, что у нас с вами получится. Удачи вам, здоровья, трудовых побед, достойной заработной платы и вот такого весеннего настроения. С праздником вас! Дорогие друзья, от имени депутатов Тюменской областной думы, от фракции «Единая Россия» сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда, с 1 маем. Этот праздник, 1 мая, олицетворяет уважение к труду, к человеку труда. И он является основой благополучия каждой семьи нашей Тюменской области, нашей страны. В этот день мы говорим спасибо ветеранам, которые создавали богатство национально нашей страны. В этот день мы обращаемся к молодежи, которая только еще собирается работать, но чтобы она в этот день может ощутила важность труда в своей будущей жизни, важность высокоэффективного создательного труда. Тюменцы умеют хорошо работать. С праздником вас, дорогие друзья! Добрый день, дорогие тюменцы, активисты профсоюзного движения. Сегодня замечательный день. Есть прекрасная возможность выразить свою солидарность, свою любовь к городу, желание жить, развиваться и вместе с городом идти в будущее. Мне очень хотелось бы поздравить сегодня всех активистов профсоюзного движения, всех жителей города Тюмени с тем, что нас с вами на сегодняшний день объединяет большая любовь к малой земле, к малой родине. И мы сегодня с вами одни из тех, кто сумел своим трудом, своими усилиями достичь довольно высоких результатов. В городе Тюмени и в Тюменской области один из самых низких уровней безработности. У нас на сегодняшний день достаточно высокая заработная плата. И это не подарок небес, а это усилие каждого из вас. И мне бы очень хотелось, чтобы этот майский солнечный день вселил в нас надежды на лучшее, чтобы у нас было желание сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра, чем сегодня. Поэтому всем желаю энтузиазма, бодрости, энергии, любви к своему городу и желания жить и процветать всем нам вместе в большом, замечательном нашем регионе Тюменская область. С праздником, дорогие друзья! Уважаемые тюменцы, поздравляю вас с Днем Весны и Труда, с праздником международной солидарности трудящихся. Сегодня мы проводим акции профсоюзов практически во всех городах Российской Федерации. Главным лозунгом акции является лозунг «За достойный труд, за справедливую социальную политику». Именно справедливая, основанная на идеологии социального равенства и принципах социального партнерства политика государства, достойна и возможна только при такой политике процветания людей и повышения их благополучия. Свои требования социальной справедливости Федерация независимых профсоюзов России сформировала как наказы для нового президентского срока Владимира Путина. И именно они являются сегодня надеждами и требованиями миллионов россиян. Для профсоюзов важно, что глава государства в ежегодном послании Федеральному собранию в качестве главного фактора развития страны определил рост благополучия людей и поставил задачу снизить уровень бедности за 6 лет в 2 раза. С ноября прошлого года профсоюзное движение добилось сразу двух крупных побед, очень весомых, которые должны повлиять на положение трудящейся. Это решение Конституционного суда России о невключении в состав минимального размера оплаты труда, северных надбавок и районных коэффициентов. Это и решение президента о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. И уже с сегодняшнего 1 мая уровень минимального размера оплаты труда не может быть ниже 11 163 рублей. Следующий шаг, которого будут добиваться профсоюзы со стороны государства, это повышение минимального размера оплаты труда до уровня минимального потребительского бюджета. Вместе с тем, перед нами стоят следующие задачи. В нашей стране мало принять закон, нужно еще и гарантировать его исполнение. Уже сегодня мы слышим, что не хватает средств на повышение заработных плат. Работникам вводятся неполные режимы рабочего дня, неполные рабочие недели. И все эти угрозы были предсказуемы. Появляются и новые претензии к профсоюзам со стороны работодателей. Но избежать этих претензий мы можем только тогда, когда прекратим бороться за права трудящихся. Сегодня не тот случай. Сегодня мы должны довести дело до конца. Проконтролировать законное и честное, без обмана, доведение нижней планки заработной платы до не ниже минимального размера оплаты труда. Это наша главная экономическая задача на 2018 год. Именно эту задачу поставил наш лидер, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков перед профсоюзами всей страны. А сегодня, праздничный день, поздравляю всех вас с большим удовольствием. Я желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, счастья в личной жизни. Берегите себя, берегите близких вам людей. Товарищи трудящиеся, рабочие строители, врачи и учителя, инженеры и работники торговли. С праздником 1 мая! Очень важно, что в России 1 мая является государственным праздником. Официальное название 1 мая – День весны и труда. Но для нас, людей труда, он был и остается Днем международной солидарности трудящихся. Традиционным символом 1 мая является триада – Мир, Труд, Май. Эти слова всегда были наполнены особым смыслом, очень важным и понятным каждому из нас. Первомайский праздник для трудящихся и профсоюзов является важным звеном в процессе единения и взаимопонимания. Это день борьбы за свои права, несущий надежды на лучшую жизнь, на достойное будущее для нас, наших родных и близких. У всех у нас единое желание – сделать наше Отечество сильным и процветающим, а трудящихся – социально защищенными и обеспеченными гражданами. Это праздник всех тех, кто своей ежедневной работой создает благосостояние и стабильность страны. Примите в этот весенний день самые искренние пожелания – счастья, крепкого здоровья, стабильности вам и вашим близким, мира и благополучия вашему дому. Пусть у каждого будет возможность реализовать собственные способности ради социального благополучия и достойного будущего. Слава человеку труда! Да здравствует день международной солидарности трудящихся! Добрый день, дорогие друзья! Уже 128 лет для трудающихся всего мира 1 мая – это день международной солидарности. И сегодня в 140 странах проходят шествия и митинги, показывающие солидарность и силу международного рабочего движения. Очень важно, что в России 1 мая – это государственный праздник, когда вся страна говорит спасибо и миллионам людей за их труд. Молодежь – это будущее страны и профсоюзов, трудовых ресурсов. В то же время у нее свои трудности и проблемы. Профсоюзы уделяют внимание нужным молодым трудящимся. Это вопрос социальной справедливости и построения будущего для самого профсоюзного движения. Молодежь – это кадровый потенциал страны и профсоюзов. Молодежь без работы, Россия без будущего. С праздником! Общероссийский народный фронт, который я представляю здесь, является одной из организаций, которая вместе с вами помогает, вместе с вами идет к трудящимся. И мы, Общероссийский народный фронт, поздравляем вас с этим праздником. Тюменская область всегда является в различных рейтингах на первом месте. Мы одни из самых лучших по качеству дорог, по уровню жизни. И в том числе мы те люди, которые гордимся своим городом и своим регионом. Очень важно, чтобы мы продолжали оставаться в этих рейтингах, но не просто для галочки, а были именно теми людьми, которые любят свой регион. Я поздравляю вас с праздником, желаю вам в этот день самого хорошего. Любите свою работу, счастья вам, любви и мира. Дорогие друзья, давайте поблагодарим и проводим самыми громкими, бурными и теплыми аплодисментами наших почетных гостей.